Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале, с вами Тарас Березовец. Сегодня 7 июня 2024 года, накануне появилась информация, которую распространили американские чиновники о подготовке военно-морских учений в Карибском море, которое Россия собиралась провести у побережья Кубы, недалеко от морской границы с Соединенными Штатами. Сегодня появились подробности со ссылкой уже на кубинские власти. В Нормандии президенты стран-союзниц встречаются между собой, проводят встречи, озвучивают спичи, в том числе тот спич, который был накануне анонсирован в Нью-Йорк Таймс, в которой Байден сравнил Путина с Гитлером. Он действительно произнес это сравнение и также извинился перед Зеленским за задержку поставок вооружения. Путин заявил о том, что мобилизация в российскую армию в этом году не планируется, поскольку, как он сказал, нет необходимости. Растущая добыча российской нефти и поставки в Индию и Китай взволновали Саудовскую Аравию, что может вызвать экономическую войну между Россией и крупнейшей страной, входящей в ОПЕК. Французский производитель Сау-Цезарь передаст Украине технологии и лицензию на производство запчастей к ним и на производство 155-мм снарядов. Министр обороны Франции Ликорнюк подтвердил слова президента Франции Макрона о поставке в Украину истребителей Мираж-2005. И, наконец, Минюст России заявил о том, что в России может разгореться гей-национализм и гей-война. Так об этом заявил замминистра юстиции Олег Свериденко. Друзья, обо всем этом поговорим далее в обзоре. Итак, в Нормандии продолжаются торжества, посвященные 80-летию операции «Оверлорд» «Ди-Дей», самой крупной морской десантной операции в истории, которая привела к освобождению Западной Европы и позволила закончить Вторую мировую войну менее чем через год после этой самой высадки, которая состояла 6 июня 1944 года. Да, принимали участие в ней в первую очередь американские, британские, французские войска, также добровольческие, польские соединения и представители ряда других стран-союзниц. Однако американский контингент был самым большим, самым крупным и значимым. И в целом эта операция, в успех которой не верили даже генералы, командовавшие, ошеломила мир и она стала поводом для традиционных встреч. 10 лет назад на встрече, посвященной 70-летию высадки в Нормандии, присутствовал и диктатор Путин. Были там и лидеры Запада, тогдашний федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, тогдашний президент Франции Франсуа Оланд и тогдашний президент Украины Петр Порошенко. Сейчас лидеры Запада используют эту возможность для того, чтобы привлечь внимание, в том числе, к войне в Украине. Президент Джо Байден воспользовался этой возможностью для того, чтобы объявить о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 225 миллионов долларов. Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, как сообщают NBC, Байден впервые принес публичные извинения за задержку поставок американской военной помощи, из-за чего России удалось достичь определенных успехов на поле боя. Также он заверил Зеленского в том, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину. В новый пакет военной помощи вошли, в частности, боеприпасы для РСЗО «Хаймарс», минометные системы, артиллерийские снаряды 155-мм калибра. Да, эта встреча также будет продолжена, это обсуждение Байдена и Зеленского будет продолжено на следующей неделе на открытии саммита G7 на полях которого Большой Семерки Зеленский также будет присутствовать и будет общаться с западными лидерами. Также сегодня Байден провел параллели, о которых написало издание Нью-Йорк Таймс и сравнил Путина с Гитлером, ну или как его любят называть еще Путлером, объединяя фамилии Путин и Гитлер. Он сказал о том, что тогда союзники объединились и не позволили нацизму победить во всем мире и то же самое мы наблюдаем и сейчас. Эти параллели, особенно из уст американского президента, еще более ценные на фоне той помощи, которая сейчас, новых пакетов, которые объявляют союзники. Они воспользовались такое впечатление 80-й годовщиной проведения десантной операции в Нормандии для того, чтобы публично заявить о дополнительных пакетах военной помощи и поддержке для Украины. Не стало исключением и Франция. Накануне, напоминай, я записывал видео о том, что президент Франции Макрон анонсировал передачу Украине истребителям Мираж-2005. Эту же информацию в интервью влиятельному французскому изданию Le Monde подтвердил министр обороны Себастьен Лекурне. Он заявил о том, что все истребители Мираж-2005, которые Франция собирается передавать украинской армии, будут полностью готовы к эксплуатации. То есть, они пройдут полностью техническое обслуживание. Украинские пилоты пройдут обучение на территории Франции в течение 4-5 месяцев. Однако, Лекурне отказался, как и Макрон, назвать, какое количество самолетов в конечном итоге будет передано Украине. Вероятнее всего, речь идет о небольшом количестве самолетов, учитывая то, что у самой Франции этих самых Миражей не так много. Вполне вероятно, эксперты допускают, что речь идет о передаче порядка 10 бортов. По крайней мере, это речь идет о передаче до конца нынешнего 2024 года. Опять же, могут возникнуть определенные сложности, поскольку украинская система ВВС и подготовка, и логистика затачивалась на передачу F-16. Хотя, Миражи лучше. Американская платформа F-16 это более современные самолеты последнего поколения. Они модернизированы, будут соответствующим образом и вооружены, в первую очередь, французскими скальпами, ракетами воздушного базирования. А также будут вооружены баржирующими авиабоеприпасами, способными поражать цели в тылу на расстоянии до 70 километров. Тем не менее, могут возникнуть определенные технические нестыховки. Тем не менее, Ликорнюс заявил, что количество передаваемых самолетов будет держаться в секрете и соображении конфиденциальности и секретности. Из-за того, что русские будут пытаться найти эту информацию. Он также заявил, что самое важное для него обсуждать это с министром обороны Украины и иметь возможность очень быстро начать подготовку пилотов и механиков. Повторяю, здесь есть определенные технические расхождения. Во Франции уже начались обучения украинских пилотов. Не сообщается, скольких на двухместном самолете Альфа-Джет. Миражи будут переданы в Украину. В частности, есть ряд других изданий, которые наставят на том, что цифра может быть больше. Но в частности, интернет портал Intelligence Online называет, правда непонятно, насколько этой информацией можно верить, о том, что могут быть поставлены не менее 40 истребителей, они утверждают. Но при этом, естественно, у Франции нет такой возможности передать. Поэтому поставлять смогут Греция, Индонезия и Объединенные Арабские Эмираты. Заявляют, опять же, без ссылки на какие источники, у журналисты. Интернет портал Intelligence Online. Также спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в 23-м году заявлял, что французские истребители Mirage 2000 не совсем подходят для ЗСУ. Опять же, повторю, из-за того, что это многоцелевой французский истребитель, который был разработан еще в 1970-х годах. Но вот эта модель, которая еще идет, она стоит на вооружении уже 25 лет, с 1999 года. Но, тем не менее, еще раз повторю, он достаточно модернизированный. Также французы передадут Украине технологии производства запчастей, к самоходным артиллерийским установкам «Цезарь». А концерн КНДС, который производит эти САУ, создаст в Украине свой филиал. Также будут производиться артиллерийские снаряды 155-го калибра. Об этом сообщают представители компании КНДС и украинской компании «Энергомехкомплект», которые уже подписали соглашение между собой в присутствии президента Украины Владимира Зеленского. Это дефицитные снаряды, опять же, производства которых лучше здесь сделать на земле, для того, чтобы поставлять их можно было как можно быстрее. Сам Путин, тем временем, на полях Петербургского экономического форума, заявил о том, что российские власти не планируют проводить мобилизацию в этом году. По его словам, в 2023 году около 300 тысяч человек подписали контракт с Министерством обороны России, с начала 2024 года более 160 тысяч. Путин аргументирует это тем, что такая тактика, которую использует российская армия, тактика выдавливания, он заявил, она не требует быстрого увлечения количества военных. То есть он утверждает о том, что российской армии придерживается медленной, более медленной тактики, и аргументирует это тем, что якобы поэтому проводить мобилизацию не нужно. На самом деле, эта мобилизация была зафиксирована российскими социологическими компаниями, закрытыми соцопросами, как крайне непопулярный шаг. Вот здесь дело не в нехватке финансов, в первую очередь с тем, что это связано с серьезными потерями для Путина, несмотря на то, что он провел свои псевдовыборы, он не хочет сейчас раздражать российское общество. Ну и, собственно говоря, это также подозревают слухи о том, что Путин, отказываясь увеличивать количество своих военнослужащих, из-за понесенных огромных потерь, они оцениваются в цифру не менее 450 тысяч военнослужащих, и это без учета наемника Вагнера. То есть он не собирается пополнять ряды российской армии, потому что он планирует замораживать войну. Все это усиливает, опять же, соответствующие слухи. Тем временем Россия превратила Саудовскую Аравию, крупнейшее государство по добыче нефти в мире, входящее в ОПЕК, своего конкурента и врага. Конфликт назрел из-за того, что Россия резко нарастила добычу нефти, как, собственно говоря, сделали ряд других стран, в числе которых Бразилия, США, Канада, Гаяна, Иран и Венесуэла. Но Россия впервые за 5 лет стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, выдавив оттуда Саудовскую Аравию, также нарастив поставки нефти в Индию. Все это, естественно, раздражает саудитов, которые обладают намного большими возможностями, в том числе они могут увеличить резко добычу собственной нефти и комфортно довольствоваться более низкой ценой на нефть, чего Россия, естественно, себе позволить не может. Все это обостряет и без того непростые отношения между Россией и Саудовской Аравией. Наконец, Куба заявил о том, что российский флот прибудет, но цель уже, как говорится, замах на рубль, удар на копейку. Все оказалось совершенно иначе, все это оказалось более чем смешно. С 12 по 17 июня атомная подводная лодка «Казань», ракетный фрегат «Адмирал Горшков», морской танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чичер» причалят в Гавану. Они будут находиться там 5 дней до 17 июня. Также сообщается о том, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия. Как известно, ранее Россия рекламировала, рассказывая, что ракетный фрегат «Адмирал Горшков» ему 20 лет, он вооружен новейшими ракетами «Циркон», как они утверждали. Теперь все оказывается, что основная задача не какие-то не морские учения, а встречи с командующим военным морским флотом Кубы, губернатором Гаваны, экскурсии и прогулки по историческим и культурным местам города. То есть, это было своеобразное ИПСО, запугивание, и тут уже начали рассказывать о том, что чуть ли не пахнет крибским кризисом. Как говорилось, вся история не стоила и выеденного яйца. В Москве на самом деле пугать Америку нечем. Вот, собственно говоря, вся эта история закончилась очередным громким пшиком, причем так и не начавшись. Но из решения еще одна смешная новость. Замминистра юстиции РФ Олег Свериденко в ходе сессии «Семейные ценности и традиции как фундамент устойчивого развития» на Петербургском международном экономическом форуме заявил о том, что якобы ЛГБТ начало захватывать СССР и Россию в 1984 году. Они боролись против традиционных семейных ценностей. Оказывается, вот как оно было, еще даже до начала перестройки. И заявил о проявлении гендерного экстремизма и гей-национализма и даже открытой гендерной войне. Вот до чего можно договориться. И это еще Дима Медведев не написал, не открыл свой телеграмчик, чтобы выложить очередные бредовые посты. Друзья, спасибо вам за просмотр этого видео. Обзор там подписывайтесь на канал, лайкайте, шарьте, комментируйте трансляцию. Не забывайте рекомендовать видео, друзья. Также своим коллегам и знакомым. Спасибо, друзья, всем спонсорам канала за вашу поддержку, неоценимую. Берегите себя, слава Украине, слава ЗСУ, слава украинскому спецназу. С вами был майор Украинской армии Тарас Березовец, друзья. До новых встреч, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова